Добрый вечер! Новости дня в эфире ОРТ Планета в студии Александр Сдвижков. Программа представляет Центру кузовного ремонта «Сервис Авто». Восстановление геометрии кузова, покраска и полировка автомобиля, а также рихтовочные и сварочные работы. Если вы остались с разбитым автомобилем один на один, обратитесь в Центру кузовного ремонта «Сервис Авто» по адресу ульте 60 лет Октября 1 дробь 1, телефон 99 11 30 и коротко о некоторых темах выпуска. Путь в никуда. Жертвы секты продолжают защищать псевдорелигию. Очередные слушания по делу от Ажалы прошли в Оренбурге. Вопросы по ЕДК остаются. Оренбуржцы продолжают обращаться за разъяснениями о выплате единой денежной компенсации. Помощники полицейских, как служебные собаки, помогают раскрывать преступление. Слушания по резонансному делу продолжаются. Сегодня в промышленном районном суде допросили потерпевшую секты от Ажалы. Удивительно, что все свидетели и потерпевшие до сих пор поддерживают подсудимую. Напомним, в Жумагийске-Чигановой предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Создание религиозного объединения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все подробности у Анастасии Матвеевой. Допрос пострадавшей по громкому делу секты от Ажалы прошел за закрытыми дверями. Судья промышленного районного суда не разрешил нашей съемочной группе ввести видеозапись. Но на слушание нам все-таки удалось побывать. Потерпевшая заявила, что жертвой себя не считает. Напомню, супруг женщины погиб во время одной из паломнических поездок в Казахстан секты от Ажалы. В поездке по так называемым святым местам сопровождались специфическими ритуалами. Адептов секты уверяли, организаторы, некоторые одаренные, могут исцелять. Это при том, что на самом деле люди не имели медицинского образования и соответствующей лицензии. Силой по легенде обладали и так называемые места предков. С колодца берите воду, воду будьте пользоваться, болячкам, вот этим всем можно это мазать, внутренние заболевания, которые кишечные, поджелудочные, любой внутренний, это самое помогает заболеванию. Конечно же, за каждый ритуал нужно было заплатить. Общий материальный ущерб от секты пока неизвестен. Но несложно предположить, что это немалая сумма, ведь последователями псевдорелигиозного объединения стали более тысячи оренбуржцев. Строилась по типу и подобию пирамиды, все знают, что такое пирамида. То есть члены, вновь поступившие члены данной секты должны были привести в эту секту еще своих знакомых, близких. Только у женщины, которая проходит по делу потерпевшей, в объединении участвовали покойный муж и мать. Даже в зале суда от своих воззрений она не отреклась. Ну, на то время сегодня, вы понимаете, я, чем, например, ходить по барам, лучше по чистым местам походить. Свои обряды и церемонии объединение проводила в так называемых ордах – целительных центрах. В этом частном доме находилось одно из таких мест. Соседи говорят, что жаловались на них не один раз, переживали, что огненные обряды приведут к пожару. Или в воскресенье, или какой-то день такой, прям газельки полные приезжали. И так люди приезжали, много-много машин. Там на дороге ставили, здесь, говорю, около меня ставили. Сколько раз приходилось вот ругаться. Рассмотрение уголовного дела может занять не один месяц. Только материалы содержат более 30 томов. На слушаниях предстоит допросить в качестве свидетелей 140 человек. Анастасия Матвеева, Виктор Яковлев, Новости дня. В Оренбурге арестовали председателя коллегии адвокатов Дениса Хузиахметова. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. По версии следствия, адвокат, будучи знакомым с генеральным директором коммерческой организации, пообещал решить вопрос об уголовном преследовании. За услугу он потребовал от коммерсанта 7 миллионов рублей, якобы необходимых для передачи определенным должностным лицам. В Орске рыбалка закончилась трагедией. Сегодня ночью в реке Большой Кумак утонул мужчина. Известно, что он пошел рыбачить, через некоторое время позвонил жене и попросил помощи. Сказал, что лед не выдержал, и он провалился. На поиски мужчину ушло несколько часов. Нашли его уже мертвого только под утро. Напомним, это третий подобный случай за последний месяц. Из-за перепадов температуры лед потерял прочность. И еще о происшествиях. В Новосергиевке под колеса грузового автомобиля попала школьница. 15-летняя девочка сейчас в реанимации. Предварительно установлено, что водитель «Газели» не справился с управлением на скользкой дороге. Возможно, погодные условия и гололед стали причиной еще одной серьезной аварии. В центре Оренбурга лоб в лоб столкнулись две иномарки. На проспекте Гагарина Ниссан вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В лобовом столкновении пострадал виновник ДТП – водитель седана. Мужчина сильно ударился и повредил ногу. Но от помощи медиков отказался, чтобы самому присутствовать при оформлении и рассказать о причинах происшествия. Меня стащило на встречную полосу. Вы считаете, что виноваты вы? Ну, как таковое, да, но также есть вина и дорожников. Потому что дороги нас оставляют желать лучшего. Куда смотрит администрация, никто не знает. По словам водителя Ниссана, автомобиль на летнюю резину он не переобувал, думал рано. Но от скользкой дороги все равно не застраховался. Теперь оба водителя считают сумму причиненного ущерба. Не исключено, что восстановить иномарки не удастся. Катастрофически. Ну, сами видите, машина разбита просто. Все. Вопросы начисления ЕДК по-прежнему волнуют оренбуржцев. К нам в редакцию на телефон горячей линии обратился житель Оренбурга Виктор Лошаков. Пожилому мужчине в феврале в два раза уменьшили сумму выплат за коммунальные услуги. А в марте обещанный перерасчет так и не произвели. Елена Давыдова встретилась с пенсионером и другими участниками истории, чтобы разобраться в проблеме. В целлофановом пакете заботливо сложены квитки за квартиру. Пенсионер ежемесячно оплачивает счета и долгов перед коммунальными организациями не имеет. Я сам не доемный за квартиру, я заплачу. Квартира досталась бывшему шоферу областной больницы от ведомства, затем была приватизирована. Сейчас не прописано два человека. Отец и сын фактически проживает только один. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги приходила мужчине ежемесячно в размере 1195 рублей. А в феврале и марте ему начислили всего по 566 рублей. В январе мне не принесли, это инвалидские. В феврале принесли только половину. Вот там посмотрите, сколько было. И все. И сейчас принесли тоже половинку. После обещаний с экрана телевизора о перерасчете ЕДК, пенсионер надеялся, что в марте в Квитке будут совсем другие цифры. Но ошибся. За разъяснениями он обратился на горячую линию. Но ответа также не получил. А мы не знаем. Надо обращаться в администрацию области. А кому я там буду обращаться? Я ходить не могу. Если бы я мог ходить. В социальной службе региона пояснили, что сведения по начислению ЕДК получают по системе информационного обмена. Точность начислений зависит от переданных данных. Ряд ресурсоснабжающих организаций, а их в регионе 400, оказались технически не готовы к начислению платежей. А некоторые и вовсе не понимают степень своей ответственности за результат этой работы. Если нам пришла какая-то стартовая цифра, которая берется за основу, условно 100 рублей нам платежку принесли, мы от этих 100 рублей отталкиваемся и с учетом нормативов и льгот делаем расчет и выплачиваем ЕДК. Так вот, если начальная цифра дана неверно, разве будет верен наш конечный расчет? В марте перерасчет по ЕДК получили 20% оренбургцев. Работа по другим жалобам и поставщикам ведется адресно. Всем гражданам рекомендуют вовремя снимать показания счетчиков и самостоятельно следить за начислениями коммунальных услуг. Елена Давыдова, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не получается решить самостоятельно, звоните в нашу редакцию 720908. Журналисты УРТ «Планета» разберутся в ситуации и постараются вам помочь. Сейчас к другим темам. В 2015 году региональный Роспотребнадзор по результатам проверок забраковал более 45 тонн пищевой продукции. Это почти в 7 раз больше, чем годом ранее. В целом же число обращений потребителей уменьшилось. Об этом сегодня в ведомстве говорили на итоговой пресс-конференции. За три последних года Роспотребнадзор более чем на 37% сократил количество плановых проверок бизнеса, чтобы снизить административное давление. Тем не менее, вынесено более 5000 постановлений о штрафах. Их общая сумма превысила 28 миллионов рублей. Что касается санитарно-эпидемиологической обстановки, в минувшем году инфекционная заболеваемость осталась на уровне 2014-го. Вместе с тем увеличилось количество ВИЧ-инфекций. Это связано в первую очередь с тем, что область расположена на пути наркотрафика. Вирус все чаще выявляется у так называемой благополучной категории людей. Основная же доля заболеваний в регионе приходится на острые респиратурные вирусные инфекции и грипп. Из-за их стремительного роста в этом году впервые за последние 7 лет были закрыты на карантин все учебные заведения. Сначала первую неделю у нас 5% было превышение эпидпорога, потом 85%, потом за 100%. У нас короткий был эпидсезон вообще для гриппа в этом году. И быстрый спуск у нас был. То есть на четвертой неделе уже у нас пошло снижение. Поэтому не ждав, когда у нас все 20% заболеют детей, школьников, дошкольников и так далее, эта превентивная мера используется для разобщения организованных коллективов. Чаще оренбуржцы стали жаловаться на качество оказания бытовых, транспортных и медицинских услуг, но реже на услуги страхования. Значительно усилена работа по судебной защите прав потребителей. В общей сложности потребителям возвращено около полутора миллионов рублей. Архитектурным объектам культурного наследия Оренбурга дадут вторую жизнь. 49 зданий города сегодня находятся в ветхом состоянии. На заседании Оренбургского городского совета по градостроительству и земельным отношениям обсудили перспективы и возможности их дальнейшего использования. Встречи проходят в этом году в первый раз. Специалисты определились с программой основными вопросами. Один из приоритетных – что делать с ветхими объектами, представляющими историческую ценность. Для решения этой проблемы будут использовать опыт других регионов. Предложить инвесторам для капитального ремонта и в последующем использовании их для каких-то офисов, для своих коммерческих предприятий. Но в то же время не изменяя ни архитектуру, не нарушая историческую ценность, и при этом арендный плат составляет всего на все один рубль. Для реконструкции исторических объектов в городском бюджете средств нет. Дорогая лицензия и сами ремонтные работы. По словам Андрея Шевченко, в нашей области существует только несколько компаний, которые занимаются реставрацией исторических зданий. И чтобы им участвовать в капитальном ремонте объектов культурного наследия, нужно иметь большие ресурсы. Бронзовая кожа ценой в жизнь. Солярий Оренбурга не соответствует санитарным нормам. Проверку не прошли четыре студии загара областного центра. Алина Льбукаева попыталась выяснить, чем может быть опасна такая погоня за красотой, и почему современные девушки мечтают стать шоколадного цвета. Все ответы в следующем сюжете. Очень люблю море, солнце, красивый загар. Но суровой оренбургской зимой остается лишь вспоминать о роскоши лета. Любовь к золотому блеску кожи у Юли с детства. Но на море часто бывать не получается. Для нее, как и для миллионов женщин, спасением стал солярий. Там девушка частый гость, бывает по два-три раза в неделю. И стремление к шоколадной красоте считает абсолютно безопасным. Я считаю, что это не вредно, если все делать в меру. Пользоваться защитными кремами, следить за своим здоровьем. И поэтому я думаю, что не вредно. Но качественный солярий и удовольствие не дешевое. Оборудование стоит, как хорошая иномарка. Ценовая политика в таких салонах соответствующая. Цена за минуту может доходить до 50 рублей. Первый сеанс не более трех минут, а потом доходит и до 10. Но в погоне за красотой женщин бывает трудно остановить. Естественно, мы не принуждаем. Мы сообщаем. Если клиенты желают взять меньше или больше времени, то это уже их желание. Но мы все-таки настаиваем на времени, которое рекомендует наш администратор. Опять-таки, чтобы обезопасить клиента от ожогов и от нежелательных последствий. Последствия могут наступить и от просроченного оборудования. Замена вот этих ламп обходится в несколько сотен тысяч рублей. Поэтому зачастую предприниматели пренебрегают сроками службы. Прежде чем зайти в кабину, нужно заглянуть в документы. Иначе не поможет ни специальный крем, ни советы администраторов. По оценкам специалистов, чрезмерное увлечение солярием приводит не только к раннему старению кожи. На кону более серьезные последствия. Все онкологи единодушно считают, что излишняя инсоляция, излишнее получение ультрафиолета, как солнечного, так и в соляриях, она вредна и может увеличивать заболеваемость раком кожи. Оренбург занимает лидирующее место по кожным заболеваниям. И на первом среди них рак. Так, ежегодно 1300 пациентов слышат этот страшный диагноз. И тенденция идет лишь на увеличение. На полсотни человек эта цифра становится больше с каждым годом. А повышенное количество ультрафиолета провоцирует этот недуг еще сильнее. Алина Лебукаева, Семен Воробьев, Роман Боричев. Новости дня. После рекламы расскажем, насколько точны прогнозы оренбургских синоптиков. Не переключайтесь. И мы продолжаем выпуск. От мелких бытовых неисправностей до крупных аварий. Все это ложится на плечи слесарей, монтажников, операторов котельных и других специалистов ЖКХ. Сегодня в зале торжеств правительство области наглядели лучших работников предприятий и сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. На благо нашей области в сфере ЖКХ работает 542 предприятия. От их слаженных действий зависит благосостояние дворов, улиц и домов. Особенно трудно коммунальщикам приходится во время сильных снегопадов, паводка и в летнюю жару. Сегодня серьезная работа ведется по теплу и канализационным сетям. В области активно идет модернизация котельных. Особая тема – это ремонт МКД. В этом году планируется отремонтировать 525 домов, более 92, точнее даже лифта. А всего их предстоит сделать в четыре раза еще больше. Поэтому работа предстоит большая. Областные награды сегодня получили больше сотни лучших работников ЖКХ. Сами коммунальщики традиционно обменивались поздравлениями, оценили общую работу в зимний период и обсудили планы на весну. Сегодня отмечается Всемирный день метеорологии. 23 марта в 1950 году в силу вступила Конвенция Всемирной метеорологической организации. О незаметной, но необходимой работе сотрудников современных метеостанций в нашем следующем материале. 3,2 плюс 3,2 и влажность 50%. Так измерения ведут изо дня в день 8 раз в сутки. Вера Салтовская посвятила изучению капризов погоды всю сознательную жизнь. В маленьком поселке у нас в Ясногорском была метеостанция. И мне очень хотелось и было интересно посмотреть, что же там такое есть. И как-то я туда заглядывала временами и решила по окончании школы пойти туда. 51 год работы на метеостанциях. За это время освоила много смертных специальностей. Агрометеоролог, техник-метеоролог. Последние 30 лет начальник отдела наблюдений. Сейчас у нее в подчинении 20 человек. И все объединены одной важной задачей – собрать точные данные о погоде. Кажется, здесь на метеостанции есть приборы, чтобы измерить абсолютно все. От продолжительности светового дня до температуры поверхности снега. Почти три века назад Петр I издал указ о том, что необходимо следить за природными изменениями. С тех пор метеорология шагнула далеко вперед. Появились новые приборы. Например, актинометр, который следит за уровнем солнечной радиации. Два года назад на станции появился дистанционный метеорологический радиолокационный комплекс. Он определяет грозовые очаги в радиусе 300 километров. Это необходимые данные для авиации. Процесс измерений теперь максимально автоматизировано благодаря современному оборудованию. Комплекс включает в себя измерения за температурой и относительно влажности воздуха. Он находится в боксе. Также определяет направление и скорость ветра. Здесь в боксе установлены все датчики. И они автоматически выводятся в монитор, в компьютер. Точные данные собирают каждые 10 минут. Ежечасно, уже сформированные, воедино их направляют в гидрометеоцентр, чтобы каждый получил точную информацию о погоде. Инна Маркелова, Семен Воробьев, Новости дня. Собачья работа. За три месяца 2016 года полицейские кинологи и их четвероногие напарники пресекли почти 100 правонарушений, задержали троих граждан, находящихся в федеральном розыске, и раскрыли два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня мои коллеги познакомились с одним из лохматых сотрудников полиции. На патрульно-постовой службе эта овчарка три года. Имя у нее, можно сказать, самое традиционное для полиции – Мухтар. Обучение пес проходил в Уфе. По результатам экзаменов – отличник. Собака обучена искать преступников по следу и их задерживать. Я с ней уже лет, 15-2 года. Мы с ней несем службу. Да, это другой хозяин у нее был. Ну, характер у него, конечно, сложноватый был сперва. Долго, тоже долго ко мне привыкала она. Ну, так-то вроде сейчас нормально с ней общаемся. Если со своим новым хозяином Мухтар нашел общий язык, то с другими чуть что поднимает тревогу. Так обучен. Ведь каждая из толпы для пса – потенциальный преступник. Полицейские кинологи с собаками привлекаются, как правило, на массовых мероприятиях и в местах большого скопления людей. Например, автовокзал. Через этот объект проходит ежедневно сотни человек. Почти у каждого – багаж. Его либо могут украсть, либо внутри сумок может оказаться что-то запрещенное. Тогда Мухтар возьмет след и задержит нарушителя. Таких заслуг на счету отдельного батальона ППС в прошлом году – более трехсот. Планируется кинологическая служба – это расширение штата кинологов, потому что я так понимаю, что обстановка в мире в целом, понимаете, да, какая происходит. Ну, да, антитеррор. Ну, впереди у нас, я так знаю, что у нас будет чемпионат мира по футболу проходить. Поэтому сейчас собак будут приобретать. Только этот отдельный батальон ППС пополнится 15-ю четвероногими полицейскими. Планируется, что оренбургские кинологи и собаки будут участвовать в охране правопорядка на предстоящих культурно-массовых событиях федерального масштаба. Возможно, среди них будет и Мухтар. Ана Солодкина и Горбероев. Новости дня. В Оренбурге появился Белый остров. О новом жилом комплексе и старте продаж квартир в нем рассказали на пресс-конференции инвестиционной компании «Базис Групп». 16 марта инвестиционная компания «Базис Групп» представила свой новый проект. Жилой комплекс бизнес-класса «Белый остров» — это 14 жилых домов, которые формируют новый стиль жизни. Уникальность жилого комплекса заключается в абсолютно новом для нашего региона подходе к архитектуре. Жилой комплекс «Белый остров» — это просторные квартиры и более 25 видов планировочных решений. Инновационная фасадная система такая же использовалась при строительстве самого роскошного отеля мира. Дизайнерская отделка подъездов материалами «Эстима» и «Керама Марацци». Премиальная система охраны от итальянской компании «Би-Би-Ти». Помимо уникального стиля домов с мезонинами и французскими балконами, в «Базис Групп» уделили особое внимание вопросу комфортного проживания будущих жителей. Охраняемые наземные и подземные паркинги на 860 автомобилей и кладовые келлеры в собственность. Недвижимость в «Белом острове», по мнению экспертов рынка, станет грамотным инвестиционным вложением. На старте продаж «Базис Групп» делает уникальное ценовое предложение — от 1 миллиона 295 тысяч рублей за квартиру. Проект жилого комплекса будет полностью завершен к 2019 году. Это все новости на сегодня. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт media56.ru и в группу в социальных сетях. Хорошего вам вечера! Попали в ДТП не по своей вине? Центр кузовного ремонта «Сервис Авто» выполнит ремонт вашего автомобиля совершенно бесплатно. Малярно-кузовные работы высокого качества и на современном оборудовании. Приезжайте и убедитесь сами. Город Оренбург. Улица 60 лет Октября, 1-1. Телефон 99-11-30.